Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Царства. И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. И сказали Иаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой, Авесолом, Авесолом, сын мой, сын мой». Мы видим, что действительно победа превращается как бы в поражение, потому что победа над собственным сыном – это, конечно же, поражение отца, который не воспитал должным образом своего сына. И Авесолом – это главная семейная драма царя Давида. Давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. Он пишет, «Когда царь претерпел все это от нечестивого и чудовищного своего сына, то не только переносил его неистовство с терпением, но и оплакивал его кончину. И не потому, что был всецело в сетях привязанности к сыну по плоти, ибо не личные обиды, но грехи сына беспокоили его. И для того царь Давид запретил лишить сына жизни в случае, если тот потерпит поражение, чтобы не отнять у него возможность смиренно раскаяться. И когда это стало невозможным, то горевал царь Давид не по причине утраты сына, но от знания того, какие муки предстоят душе, столь преступно, развращенной и кощунственной». Такой комментарий он обнаруживает действительно библейское отношение к этой ситуации. Царь, конечно же, желал блага для своих сыновей, но прежде всего блага вечного. И он понимал, что по своим деяниям Авесолом заслужил ад. И точка зрения блаженного Августина, когда царь умолял «Не причиняйте вреда Авесолому», он это делал прежде всего потому, что хотел спасти его душу. В надежде, что схваченный в плен Авесолом сможет раскаяться, и даже потом, если ему вынесут смертный приговор, как изменнику, он, переживший покаяние, попадет в рай сладости. Но мы не можем ограничиться только таким пониманием, как у Августина. Потому что для любого отца благо ребенка – это и физическое, и духовное, и душевное, и психологическое благополучие. Все это имеет большое значение. И жизнь, которая так красиво началась, этого красивого человека, Авесолома, она так трагически прекратилась. И пришел Иав к царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ты показал сегодня, что ничто для тебя. И вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятно». Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, «Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь, и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя к воротам». Мы помним, как царь Давид провожал всех на войну. Они шли сотнями, тысячами, и он умолял их не причинять вреда Авесолому. А когда народ одержал победу, спас своего царя, но царь пребывал в крайнем расстройстве из-за гибели своего сына, то народ возвращался в город, в Иерусалим, как бы совершив что-то постыдное. А это мог бы быть военный триумф, они могли войти торжественно, как победители, и они этого заслужили, как преданные царю люди. И Иав на самом деле, хотя Иав, мы с вами уже привыкли к тому, что это очень сложный человек, в этой ситуации он прав. Если ты царь, да, это не снимает с тебя ответственность за то, что ты еще и отец семейства, но твое царское служение, оно должно стоять превыше всего. Ты помазанник Божий, правитель, поставленный от Господа над этим народом. И правителю такого уровня иногда надо забывать о том, что есть сын, есть там дочь, есть какие-то сложные ситуации, и он должен рассуждать как правитель, а не как частное лицо, частный человек, который не связан никакими общественными обязательствами. Такого быть не может, потому что царь – это личность публичная. Израильтяне же разбежались по своим шатрам, то есть в основном в Иерусалиме были представители колена Иудина, Левия и Вениамина. Поэтому, когда говорится противостояние людей Давида против Израиля, имеется в виду, что наиболее плотно Давида поддерживали как раз колено Иудина, Левина и Вениамина. А остальные колена израильтяне же разбежались по своим шатрам, и весь народ во всех концах Израилевых спорил и говорил, «Царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей и царства своего от Авесолома». «Но Авесолом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне, почему же теперь вы медлите возвратить царя?» «Эти слова всего Израиля дошли до царя». На самом деле, самый сложный теологический вопрос в Ветхом Завете, он как бы некий такой конвой проходит через этот текст, и даже в современном иудаизме он считается одним из самых главных вопросов, «Почему страдает праведный и благоденствует нечестивый?» И люди рассуждали, если Давид – герой, он действительно освободил нас от филистимлян, то почему же в его доме обнаружилась такая прореха? Его собственный сын восстал против него, и Господь все это попустил? Почему это произошло, если не по вине самого царя Давида, а преступление которого с Версабей и по отношению к Урию Хэтаянину уже многие знали? И эти слухи могли расшатать авторитет царя. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, скажите старейшинам Июдинам, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? «О, вы братья мои, кости мои и плоть моя». То есть он не отделяет себя от других колен, а сам имея принадлежность к привилегированному царскому колену. «Вы зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? и Амасию скажите не кость ли моя и плоть моя ты?» То есть он настаивает на том, что после гражданской войны обязательно должно наступить национальное примирение. Это то, что не произошло в Советской России по окончанию гражданской войны. И в некотором смысле она продолжается в нашей стране уже на идеологическом уровне до сих пор. «И Амасию скажите не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иаава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев как одного человека. И послали они к царю сказать «Возвратись ты и все слуги твои, и возвратился царь и пришел к Иордану». И мы помним, как он переходил Иордан, а теперь он возвращается этой же дорогой. А иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. Иордан. В этом районе Израиля Иордан это не Волга и не Ока. Это то, что можно пройти намочив обувь. Но люди хотят почтить возвращение царя. И поспешил Семей, сын Геры, тот самый Семей, который был духовным наставником Давида и который требовал для Давида смертной казни за грех прелюбодеяния и убийство. Но сейчас Семей проявляет слабость. И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима и пошел с иудеями навстречу царю Давиду и тысячи человек из вениамитян с ним и Сива, слуга дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и одиннадцатью рабами своими и перешли они Иордан перед лицом царя и приготовили для царя переправу через Иордан. Они могли сделать какие-то настилы, может быть, украсть их дорогими коврами. Но в глубокой части Иордана приходилось, конечно же, пользоваться и лодкой, каким-то судном, но вообще-то это не очень глубокая вода, особенно в этом месте. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда сын Геры пал на лицо свое перед царем, как только он перешел Иордан. То есть, получается, там где-то переправили, где-то перешел Иордан, потому что там была разная глубина. И сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. Семей называет грехом то, что Бог повелел ему ругать Давида. И Давид это понимал, что Бог повелел Семей ругать его Давида. Здесь мы видим слабость этого человека, потому что до этого он вел себя очень мужественно и мог пострадать от рук телохранителей Давида. И отвечал Авеса сын Соруин и сказал, неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня. А действительно, а можно злословить помазанника Господня? А можно обличать помазанника Господня? А можно указывать помазаннику на его ошибки? Можно, и мы это видим. Пророк Нафан указал Давиду на его преступление, когда тот пребывал в каком-то греховном бесчувствии. И для этого и существуют друзья у царя, чтобы подсказывать ему, как правильно поступать, как неправильно поступать. Но здесь надо понять одну очевидную вещь. Если Семей злословил Давида как помазанника Божия, то он заслужил смертной казни. Но если он воспринимал это действие Давида как несвязанное с его помазанием и злословил его как прелюбодея и убийцу, то он не заслуживал смертной казни, и Давид это сам понимал, когда это происходило. И ситуация была сложная. И Давид решил иметь рассуждение и сказал Давид, что мне и вам сыны саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками. Наветники это те, которые наговаривают на других людей. Ныне ли умершвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь Семе, ты не умрешь. И поклялся ему царь. Надо сказать, забегая вперед, что в третьей книге царей рассказывается о том, как Давид изменит отношение к этой ситуации, но там будет другая причина. И Мем Вивасфей, сын Инофана, сына Саулова, вышел навстречу царю, он не омывал ног своих, не обрезывал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. То есть он как бы на всякий случай держал строгий пост, но в то же время думал о том, что он может стать царем. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, почему ты Мем Восфей не пошел со мной? Да, я вижу, вот ты весь лохматый такой, вот это ногти необрезанные, а вот твой слуга-то пришел, ослиц сдал, нагрузил их продуктами необходимыми, вино, связки изюма, лепешки. А ты почему так действуешь? Тот отвечал, господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем, но господин мой царь как ангел божий, делай что тебе угодно, хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим, какой же имею я право жаловаться еще перед царем. На самом деле Мемми Восфей очень хитрый человек, он напоминает Давиду, что Давид клялся Инофану, что позаботится о его детях, и Давид позаботился, объявив, что Мем Восфей всегда будет есть за царским столом. И сказал ему царь, к чему ты говоришь все это? То есть это и так всем известно. Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля. То есть здесь Давид в наказание Мемосфею как бы уравнивает его с его домоправителем. Но Мемосфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. как бы ему ничего не нужно. Это уже игра. И Верзелий гололитянин пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Но он же не лоцман был, значит местами они шли, местами на лодке переправляли что-то. Верзелий же был очень стар. И вот этот Верзелий он ставится как бы в укор Меме Восфею, который все время оправдывается своей хромотой. Верзелий же был очень стар, лет восьмидесяти, он продовольствовал царя в пребывании его в Маханайме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию, иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Кто-то может удивиться, сказано, что он был человек очень стар, лет восьмидесяти, шутка, восемьдесят лет по библейским меркам. Когда люди жили, Адам прожил 930 лет, кто-то больше прожил, Мафусал, например, и так далее. Дело в том, что после потопа люди стали жить так, как живем и мы теперь. И при большей крепости теперь только люди доживали до семидесяти, до восьмидесяти лет. Если когда-то 140-летний казался чуть ли не молодым, то теперь уже жизнь стала такой, какой и мы ее переживаем в смысле возраста. И если человеку 80 лет, это считалось серьезным возрастом. Этот пожилой человек был мудрый человек, он помогал царю, он не мог участвовать в военных действиях по своему возрасту, но он посылал провиант и сказал царь Верзелию, иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Я воздам тебе за то добро, которое ты делал мне. Но нужно ли этому старику Верзелию сидеть за одним столом с царем? Но Верзелия отвечал царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? Действительно, с годами вкус притупляется у человека. И если совсем юные дети очень любят сладкие вещи, они разбираются в них и молодые люди имеют какие-то вкусовые предпочтения, то с годами отношение к пище крайне упрощается. И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц в книге Иисуса сына Серахова сказано «Не запрещай музыку за столом» значит, во время царских трапез и певцы и певицы выступали. Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем Зайордан, за что же царю награждать меня такую милостью. Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей, но вот раб твой сын мой Кимгам пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним как тебе угодно. То есть он уже не интересуется дворцовыми всякими благами, а вот сын его может этим интересоваться и поэтому Верзелий как бы уступает Кимгаму вот преимущество сидеть с царем за одним столом. И сказал царь, пусть идет со мною Кимгам, я сделаю для него что тебе угодно и всего, чего бы не пожелал ты от меня я сделаю для тебя, ну а что нужно старику? Царь вернулся Давид в Иерусалиме, значит жизнь будет продолжаться. И перешел весь народ Иордан и царь также и поцеловал царь Верзелия и благословил его и он возвратился в место свое. Вот здесь все очень непонятно как это ну поцеловал как отца а как царь может благословить пожилого человека по-моему наоборот пожилой человек должен благословить царя и мы помним как в книге Бытия рассказывается о том как Иосиф привел к фараону своего пожилого отца Якова и Яков благословил фараона он дважды благословляет первый раз почтил его власть и благословил его а когда пообщался с ним увидел его мудрость второй раз благословил его за то что его личное качество этого заслуживали а почему же царь благословляет царь действует как помазанник Божий и это в порядке вещей к тому же царь Давид это не просто царь это царь и пророк Божий и отправился царь в Галгал отправился с ним и Кимгал сын Верзелия и весь народ иудейский провожал царя и половина народа израильского вот здесь мы видим единодушие иудеев и неполноту народа израильского в их добром отношении к Давиду это рано или поздно приведет к разделению еврейского государства на две части но там будут еще и другие причины и вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю зачем братья наши мужи иудины похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Ордан законные требования а почему только твои родственники вокруг тебя что это за кумовство если ты царь ты царь над всеми и все должны оказывать тебе одинаковые почты и отвечали все мужи июдины израильтянам за тем что царь ближний нам и из-за чего сердиться вам на это разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки или отподать и освободил он нас мы такие же подданные просто мы чаще поддерживаем Давида чем вы на самом деле правитель должен быть правителем всех и во многих странах мира если человек выдвигается в президенты от какой-то партии когда он становится президентом он прекращает свое членство в этой партии это справедливо потому что если правитель избран то он становится правителем всех даже тех которые голосовали против него и отвечали израильтяне мужам иудинам и сказали мы 10 частей у царя всего 12 колен и Израиль это 10 частей А те которые с Давидом это Иуда Вениамин ну а Левий как бы не в счет они сами по себе и они во всех коленах мы 10 частей у царя так же и у Давида мы более нежели вы мы первенец а не вы зачем же вы унизили нас не нам ли принадлежало первое слово о том чтобы возвратить нашего царя но слово мужей иудинах было сильнее нежели слово израилетян о чем они спорят кто должен переводить его через Иордан кто под ручку должен вести его царей всегда поддерживали справа слева чтобы они не приткнулись ногою кто там апахалом должен махать битва уже все показала гражданская война все расставила по своим местам но и это все надо придать забвению ради грядущего мира ибо царство которое разделится само в себе оно не устоит ибо оно не оно не оно Продолжение следует...